Двухуровневые развязки на московском шоссе, строительство пассажирского терминала в Курумыче, подготовка к чемпионату мира по футболу приобретает реальное очертание. Футбольный стадион. Есть ли похожие объекты в стране, в том числе и Олимпийском Сочи? Как решился вопрос со строительством дороги в районе студеного оврага и радиоцентра, рассказал министр строительства региона Алексей Гришин. Коммунальный пинг-понг. Теплоэнергетики к управляющей компании. Управляющая компания к теплоэнергетикам. Проигрыши 3,5 тысячи самарцев замерзают в квартирах. Все внимание к Сочи. Олимпиада – событие не только спортивное, но и, безусловно, имиджевое. В столицу зимних олимпийских игр отправились и жители региона. Одни – болеть за наших, другие – еще и перенимать опыт грандиозной стройки. Самаре ведь тоже предстоит событие мирового уровня – чемпионат по футболу 2018. Провести его достойно, а главное – сделать так, чтобы после осталось хорошее наследие. Стадион, который должен эксплуатироваться постоянно, велотрек, научный центр, разумеется, дороги. Ровные и широкие. Московское шоссе из типовой застройки 70-х должно превратиться в современную дорожную артерию. Об этом, в том числе, предметно говорили на совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры Самары. Мы должны обсудить в формате подготовки к чемпионату мира, то есть, какова будет трасса, это чемпионат у мира, так? Да, это объект чемпионата. Объект чемпионата и уже не просто ремонт или там это подготовка. Это подготовка, надо посмотреть, где что не устраивает, где что надо подделать или переделать. В общем, а если будет все устраивать, то будем двигаться дальше. Давайте, какой порядок мы? Темп работы задан. Губернатор потребовал отнестись к этой магистрали максимально серьезно, потому что времени переделывать что-то после попросту не будет. Итак, Московское шоссе – это 16,5 километров дорожного полотна. Реконструировать будут в два этапа. Первый – от въезда в город до проспекта Кирова. За счет федерального бюджета второй отрезок от проспекта Кирова до улицы Мичурина капитально отремонтируют за областные деньги. Московское шоссе – буквально история дорожного строительства. Транспортная артерия спроектирована еще в 70-е годы прошлого столетия вместе с комплексной застройкой. Тогда – типовое решение как в Советском Союзе, так и в странах Европы. Это гибрид городской улицы и скоростного шоссе. Как раз в тот момент все урбанисты мира решали вопрос о увеличении, валовом увеличении интенсивности движения транспорта. И поэтому вот такие улицы, такие магистрали появлялись во всех городах мира. В настоящий момент концепция поменялась. В настоящий момент гибриды городских улиц и скоростных шоссе признаны неудовлетворительными улицами. Удовлетворительно или даже хорошо – это когда поток автомобилей отдельно, общественный транспорт на своей полосе, велосипедисты на специальных дорожках, а пешеходы на широких тротуарах. Сейчас припарковаться на Московском шоссе – это верх наглости и, разумеется, штрафы. По всему участку дороги протяженностью около 8 километров будут предусмотрены места для парковки, а для разгрузки основной магистрали – боковые проезды. И, внимание, такого самарские водители ждут давно. Двухуровневые развязки. По проекту их две. Первая на пересечении с Ракитовским шоссе, вторая на пересечении с проспектом Кирова. Она как раз самая сложная – самолет. Главная задача перед проектировщиками – сохранить ИЛ-2. Туннель для организации беспрерывного движения будет построен под монументом. Все это обойдется в 9 миллиардов рублей – деньги федерального бюджета. Госэкспертизу проект должен пройти в августе этого года. Работы на втором отрезке Московского шоссе, напомню, от проспекта Кирова до улицы Мичурина, будут скромнее. Сейчас речь идет не о реконструкции, а о капитальном ремонте. Здесь появится 4 подземных перехода, карманы для остановки общественного транспорта, а в районе центрального автовокзала вместо кольца организуют сквозное движение. Николай Меркушкин поинтересовался, а почему бы и там не предусмотреть двухуровневую развязку. Для этого нужно организовать движение от Авроры до Новосадовой, отметили подрядчики. Но такой вариант нужен на перспективу, продолжил губернатор и попросил проработать этот вопрос. Есть в Самаре еще одна транспортная артерия – улица Новосадовая. Проект ее реконструкции глава региона поручил представить в ближайшее время. Все дороги ведут к стадиону. Все же он – центральный объект к чемпионату, двухъярусный на 45 тысяч мест. Одни из-за формы называют его сфероидом, другие – кристаллом. Стадион уже прошел госэкспертизу, замечу, первый в стране. На этой неделе РБК «Дели» опубликовали рейтинг, в котором главам регионов были поставлены оценки за подготовку спортивных арен. На отлично пока справился только губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Аналитики учитывали несколько показателей. Наличие оформленного участка, проектные документации, графика работ, оперативность в решении проблем. Брали во внимание даже чистоту совещаний. Итак, каким будет стадион, мы уже рассказывали не раз. У нас на этой неделе Алексей Гришин, министр строительства Самарской области, побывал у нас в программе «О чем говорят». Рассказал о том, есть ли похожие объекты в стране, в том числе Олимпийском Сочи, что в итоге будет вокруг стадиона. Как решился вопрос со строительством дороги в районе Стадионного оврага и радиоцентра. Предлагаю посмотреть фрагмент беседы. Я вначале сказал, проект стадиона называют эталоном. Он действительно является уникальным объектом с точки зрения эталонности. С учетом того, что на сегодняшний день из тех планируемых к проектированию стадионов, стадион Самария был спроектирован первым. Зашел в экспертизу первым и вышел из экспертизы первым с положительным, что немаловажно, заключением. Вот это характеристика такого эталона ему придает. И придает, да. А вот скажите, вообще, в принципе, и в стране, по-моему, не так много будет, или, может быть, есть подобных стадионов. В общем-то, и федерального такого уровня объекта серьезного. По сути дела, да. На сегодняшний день такого уровня объекта в построенном состоянии мы имеем в городе Сочи. Это объект под названием Фишт. Это название стадиона. Там Олимпиада, безусловно. И на том же стадион будет проводиться матч чемпионата мира 2018 года. По предварительному отбору. Такой объект, наверное, это Лужники. Но он уже старый. Это объект. Его необходимо реконструировать. Такой объект в Санкт-Петербурге, который сейчас достраивается. Это стадион команды «Зенит». Это, наверное, еще пару стадионов, которые сейчас реконструируются. Это «Динамо». И Самара вот вошла. Да, и Самара. Ну, замечательно. Ну, и те объекты, которые планируются в других городах. В Ростове, в Екатеринбурге, в Саранске, в Калининграде. В рамках того проекта планировки, который был разработан. Разработан он был прежде всего для того, чтобы спланировать развитие территории вокруг стадиона. Разработчиком основным выступил наш тернии-граждан-проект. Основным субпроектировщиком выступил московский Гипрогор. То есть, по сути дела, компания, которая имеет огромный опыт в проектировании городов в целом. Достаточно сказать, что представители, которые работали с нами по этому проекту планировки, они работали над проектом планировки города Тольятти в свое время. Поэтому мы считаем, что проект планировки сделан очень серьезный, достойный. И то, о чем вы говорите, действительно предполагает развитие целого района. Но, возвращаясь к его назначению, он не будет только спортивным. Это будет общественно, спортивно, досуговый, еще и научный центр. Вот так вот. На сегодняшний день те функции, которые заложены, безусловно, центральные функции на сегодняшний день сосредоточены на стадионе. Это ядро, по сути дела, этого проекта планировки. Но при этом рядом находится и рекреационная зона в размере примерно 90 гектар леса, который сейчас там находится. То есть, парковая какая-то зона вокруг стадиона. Это парковая зона, она сейчас существует. И вот при разработке проекта планировки, с учетом мнения горожан, которые живут в той зоне, и с учетом мнения экологов, приняты такие решения, которые, по сути дела, дают сейчас возможность с уверенностью заявить, что не будет, во-первых, никаких сносов, никаких переселений тех, кто на сегодняшний день находится на этой территории. А вот, да, некоторое время назад очень много, и в средствах массовой информации, общественные слушания, по-моему, даже проводились, что люди боялись, начнут строить стадион, всех выселят, жилые постройки сломают и так далее. Точка в этом вопросе поставлена довольно-таки жесткая. Точка в этом вопросе была поставлена губернатором, опять же, в первую очередь. Было сделано заявление им, что ни одна постройка и ни одно зеленое насаждение не будет снесено в рамках освоения и строительства на данной территории. Поэтому, да, разработчики учили и этот факт, что необходимо именно в таких параметрах пройти. Хотя, безусловно, у нас, наверное, не стоит об этом говорить сейчас, может быть, в деталях. Были другие концепции. Мы смотрели прокладку, например, дороги от стадиона к берегу реки Волги. Но на сегодняшний день принято решение, что дорога будет приведена в нормальное состояние пешеходное. Но при этом расширение ее не произойдет. То есть, мы остаемся в тех же параметрах. То, что касается основной зоны, где находится стадион, в проекте планировки предполагается строительство велотрека. Он уже сейчас запроектирован. Крытый велотрек. Крытый велотрек. Крытый велотрек. Предполагается строительство универсального зала. Примерно на 14 тысяч зрителей. Предполагается в том числе некая общественная зона, куда будет приходить в том числе и транспорт. Предполагается, и сейчас Министерство транспорта эту тему готовит. Обсуждается либо скоростной трамвай, либо трамвай в том виде, в котором он есть сейчас. Который свяжен город и вот этот центр. И эту зону. Также в этой же зоне у нас появится телебашня, на которой мы перенесем те функции, которые раньше были на всем этом центре. На комплексе этих антенн появится одна, по сути дела, башня. Еще, по сути дела, одно ядро научное, о чем я сказал, оно формируется. Опять же, задание такое губернатора дано. Срок у нас проектирования, опять же, планировочного проектирования конец февраля месяца. Сейчас вот эти концепции мы, собственно говоря, предлагаем. Изучаем российский опыт, изучаем опыт Сколково, изучаем опыт Новосибирска, опыт острова Русский. Там, где, в общем-то, новые университеты построены в последнее время. И вот с учетом этого опыта, в том числе и зарубежного, мы сейчас готовим концепцию нашего инополиса или наукограда. Вот так вот, наукоград еще будет. Вообще, грандиозные, конечно, стройки. Как будем жить дальше? На этой неделе в областном правительстве утвердили программу действий по реализации послания президента страны и губернатора. Среди основных направлений, разумеется, есть и подготовка к чемпионату мира по футболу. Особое внимание развитию аэрокосмического и нефтехимического кластеров, вопросов в сфере строительства и ЖКХ. По всем пунктам определили ответственных лиц и подчеркнул о результатах. Они будут докладывать ежеквартально. Документы, давайте, нам предстоит работать в 2014 году. Документ очень большой. Порядка более 200 мероприятий конкретных. И организационного плана, и финансового плана. Мы уже опыт определенный имеем с вами, когда в 2013 году принимали такое решение. Ну и жесткий контроль по исполнению. Экономическое развитие, особое внимание инновационным проектам. Продолжится работа над созданием технополиса Самарской области. В этом году по плану завершат строительство технопарка «Жигулевская долина». Кроме того, на базе Самарского государственного медицинского университета планируют создать исследовательский центр информационных технологий в медицине. В 2014 году планируется разработать проекты госпрограмм по развитию малой авиации и композитного производства. Особый пункт – развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. В планах ввод в эксплуатацию двух долгожданных объектов – Кировского моста и станции метро «Алабинская». Отдельный раздел программы – развитие аграрного сектора. На этот год намечено строительство 10 высокотехнологичных комплексов по производству молока, создание 100 молочных ферм, строительство современного грибоводческого комплекса. Плотнее займутся и проблемы ЖКХ. На 15% планируется увеличить объемы строительства. На первом месте – обеспечение жильем льготных категорий граждан. Более трети всех мероприятий программы посвящены социальной сфере. В частности, мерам поддержки семей с детьми и развитию института приемной семьи. Намерены контролировать качество и доступность медицинской помощи для жителей региона и готовить высококвалифицированные кадры для учреждений здравоохранения области. И снова о футболе. Встречать болельщиков со всего мира будут и в обновленном Курумыче. Как раз на этой неделе строители объявили о завершении так называемого нулевого цикла. После этого силуэт аэровокзала будет проявляться все быстрее. Работы на площадке ведутся в круглосуточном режиме. За ними можно наблюдать онлайн на сайте аэропорта. Аэровокзал жителей и гостей региона увидят гораздо раньше главного футбольного события. Меньше чем через год терминал должен принять первых пассажиров. Уже окончательно определились и что будут делать со старым зданием Курумыча. Нина Ванина знает подробности. В выходных даже по случаю 30-ти градусного мороза не делают. Стройка 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В режиме онлайн, если хотите. На сайте Курумыча для особо любопытных идет круглосуточная трансляция. 42 тысячи квадратных метров. Пропускная способность 3,5 миллионов пассажиров в год. Таким будет новый терминал. Пока здесь вот такая коробка и десятки машин строительной техники. Но масштаб постройки станет реально ощутим уже через два месяца. Железобетонная конструкция позади меня это будущая посадочная галерея. Для удобства пассажиров ее делают двухэтажной. На первом этаже будет 6 выходов к перронным автобусам, а на втором целых 7 телетрапов. Это значит, что по воздушным рукавам пассажиры из аэровокзала будут непосредственно попадать в самолет. За дело взялась компания аэропорта регионов. Вот таким еще год назад показывали прессе будущий терминал. Под стеклянным колпаком стеклянный аэровокзал. Находясь в нем, мы ощутим состояние полета, обещали тогда проектировщики. Ощутим или нет, узнаем в декабре 2014-го. Это срок сдачи объекта. И пока все идет строго по графику. Проект большой, сложный. Но, тем не менее, отставания от ключевых дат у нас сегодня нет. Есть уверенность в том, что терминал будет построен к декабрю 2014-го года. Хотя вопросов очень много. Не только терминал, но и многие другие вопросы. И логистика, и обустройство. В этот процесс включены все. Включено правительство, непосредственный губернатор, полпред, министр Российской Федерации участвует. Старый терминал последние месяцы встречает гостей. Его, кстати, инвесторы привели в порядок добровольно. Это не входит в условия инвестсоглашения. Изменили внешний вид, наполнение, логистику. Потому что пассажиропоток только за последний год вырос на 15%. Успешно сработала программа межрегиональных перевозок. Старый терминал временно законсервируют. До первого болельщика. Если поток пассажиров к чемпионату мира превзойдет все ожидания, его откроют. Что потом под вопросом. Но ни под какие другие нужды старое здание Курумыча приспосабливать во всяком случае не будут. Как выражаются строители, закончен нулевой цикл. На подготовленной площадке установлен каркас и выведены коммуникации. Тем временем, чтобы процесс ускорился, уже ищут подрядчика для отделочных работ. И готовят площадку под второй, грузовой терминал. Его тоже возведут с нуля. 1 апреля заложат первый камень. Рассчитывают раньше срока построить и подъездную дорогу. Есть возможность объезда всей этой истории и прохождения по полю. И с учетом того, что это все равно заложено, только заложено на 15-й год, мы сейчас говорим о том, что давайте попробуем вот этот участок от терминала до авиателя построить в 14-м к воду терминал. Чтобы мы не по всем этим старым заколокам сами ездили через три поворота, а напрямую. После чемпионата аэровокзал пустым, простаивать не будет. С таким темпом роста пассажиропотока в Самаре в обычной жизни необходим современный, удобный и вместительный аэропорт. За последний год только в Нижний Новгород и обратно слетало 23 тысячи пассажиров. Рейс исключили из госпрограммы перевозок, как способные существовать самостоятельно, то есть без дотаций. Теперь дело за остальными. Киров, Южкорола, Ижевск, Пермь и еще масса направлений. На этой же неделе службам аэропортов и вокзалов дали больше полномочий. Теперь они могут более тщательно досматривать пассажиров, не привлекая при этом полицию. Кроме того, на посту они имеют право использовать огнестрельное оружие. Соответствующий закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности подписал глава государства. Он опубликован в российской газете. Если вкратце, сотрудники охраны аэропортов и вокзалов имеют право проверить пассажира, транспортное средство, багаж, ручную кладь, личные вещи. В общем, все при поиске оружия, взрывчатых веществ или других устройств. Если пассажир отказался, что называется, вывернуть в карман, он никуда не летит на законных основаниях. Речь идет не только о пассажирских терминалах и залах ожидания, но и о помещениях для персонала, о взлетно-посадочной полосе. Здесь сотрудники охраны обязаны выявлять лиц, не имеющих права находиться в зоне транспортной безопасности. Еще любопытный момент. За неисполнение по ряду статей сотрудник может понести наказание, в том числе уголовное, если недосмотр привел к серьезным последствиям. Последствия налицо. Вадиму Кужилину продлили срок ареста до 23 февраля включительно. Ходотайство следствия о продлении срока содержания под стражей рассмотрели в Октябрьском районном суде Самары. Напомню, экс-чиновник мэрии Самары находится под следствием, проходит обвиняемым по делу о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Вадиму Кужилину подозревают в серии махинаций с муниципальной недвижимостью. По версии следствия, квартиры сначала оформлялись на граждан, которые нуждались в социальном жилье, а затем продавались. Деньги от продажи якобы делились между соучастниками. По последним данным, причиненный ущерб оценивается в сумму около 50 миллионов рублей. Лаковым куском стали и деньги ТСЖ. Как говорят следователи, Кужилин не доводил коммунальные платежи жильцов до ресурсоснабжающих организаций. Судя по всему, до развязки этому делу еще далеко. Тонко там, где рвется Самара-Венеция. Поплыли из-за порыва теплотрассы на улице Антонова-Овсейнга. Батареи стали холодными у 5000 самарцев. К счастью, на время. По словам теплоэнергетиков, лопнувшей трубе 25 лет. В то время, как место порыва окутало туманом, соседи оказались в похожей ситуации. На пересечении улиц Мичурина и Луначарского перепады температур не выдержала труба холодного водоснабжения. Напомню, что ЧП на этом месте происходит далеко не в первый раз. В прошлом году здесь на несколько месяцев даже закрывали движение из-за раскопок. На этот раз, хлынувший из трубы поток, затопил еще и проспект Ленина, что сразу привело к транспортному коллапсу. Днем пробки, по данным интернет-сервиса, оценивались 8 баллов, а к вечеру достигли максимума 10. Вот такая крупная аварию я встречаю за все время. Первый случай, первый раз. Такого никогда я здесь не видела. Нам в этом районе должно уже давно выдавать поднадлежность. В связи с тем, что за последние три года это пятый раз, который лично я вижу. Город наш не нравится. Грязный, безобразный. Здесь вот это половодие не первый раз. Городские службы должны как-то еще и думать о нас. Чтобы остановить серию коммунальных катаклизмов, специалистам понадобились сутки. Тепло в квартиры пришло. Но есть и те, кому повезло гораздо меньше. 3,5 тысячи домов в Самаре в самый разгар зимы остались практически без отопления. Температура в квартирах не поднимается выше 15 градусов, тогда как норма 23. При этом энергетики уверяют, топят исправно и винят во всем управляющей компании. А те, в свою очередь, снова отправляют возмущенных жильцов к поставщикам ресурсов. Этакий пинг-понг. В запутанной истории разбиралась Ирина Трофимова. Плотный свитер, пуховая шали, теплые тапочки, навязанные носки. Зимний комплект домашней одежды, чтобы не замерзнуть в собственном доме. Сегодня в квартире у Натальи Литвиновой впервые за всю зиму столбик термометра поднялся до 16 градусов. В морозы было еще хуже, признается пенсионерка. Кудать приходилось даже собаку Люсю. Она до сих пор предпочитает спать под одеялом. Я не знаю, почему весь город страдает. Вот у меня у знакомой, вот здесь на Гибалова, тоже такой же холод. Это вот у меня 15 градусов было, а в пятом подъезде, вот эти угловые, там надо 10. Наталья Литвинова с гордостью рассказывает о своем доме. Постройка 1937 года. Вместе с дорожной поликлиникой и управлением железной дороги составляет единый архитектурный ансамбль. О том, что дом по адресу Красноармейская, 117, это историческое наследие Самары, напоминает даже его внешний облик, не говоря уже о коммуникациях, которые, по словам местных жителей, никогда не менялись. Все проблемы, накопившиеся годами, достались новой управляющей компании, к которой перешло здание в октябре месяце прошлого года. Ржавые трубы в подвале, сырость и порядком уставшая от коммунальных проблем жильцы, наследство доставшееся от прежней управляющей компании. В ЖКС организации, которая теперь отвечает за содержание дома, по-своему объяснили проблемы с отоплением. Причин могут быть несколько. Это первая причина, действительно, недостаточный теплоноситель со стороны ресурсоснабжающих компаний. Вторая причина – изношенность коммуникации внутри дома. Мы, в свою очередь, вставляем на эти дома акты и пишем претензии ресурсоснабжающим организациям. У ВТГК прямо противоположная точка зрения. Трубы, которые находятся внутри дома, которые эксплуатируют эти управляющие компании, которые находятся в их зоне ответственности, они просто настолько зашлакованы, настолько у них низкая сопропускная способность, что просто дома не могут принять то тепло, которое мы поставляем. В список проблемных, по данным ВТГК, попали еще порядка 10 управляющих компаний. Прочистить трубы и подготовиться к отопительному сезону коммунальщики должны были еще летом. По документам так и сделали. На деле проверить это почти невозможно. Ситуация проста и стара. Пока две компании пытаются выяснить, кто прав, кто виноват, еще в 3,5 тысячах домов Самары замерзают люди. Первый в этом году запуск ракеты-носителя «Союз-У» производства самарского ЦСКБ «Прогресс» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс М-22М» осуществлен успешно. С космодрома Байконур ракета стартовала в среду, 5 февраля. Затем корабль «Прогресс М-22М» отделился от третьей ступени ракеты-носителя. И уже 7 числа пристыковался к отсеку «Пирс» российского сегмента МКС. Туда корабль доставил более 2,5 тонн груза, в том числе топливо, оборудование для дооснащения станции, продукты питания, воду и воздух для космонавтов. А также с научным оборудованием для проведения экспериментов, одним из которых станет исследование влияния космического полета на устойчивость замкнутой экологической системы в рамках российско-японской программы «Аквариум Aquatic Habitat» – водная среда обитания. Для этого на МКС будут доставлены биологические объекты. Удачный запуск, пожалуй, лучшего подарка для ученых ко дню науки и быть не могло. Накануне по всей стране отметили праздник. В Самарском регионе губернаторскую премию получили 18 человек. Но тут же на церемонии было озвучено предложение на будущий год увеличить число награждаемых вдвое. Главное условие – инновационные идеи. На них делают ставки в том числе и в Межвузовском научно-исследовательском центре при Самарском госуниверситете. На этой неделе там начали установку нового суперкомпьютера. Полтора триллиона операций в секунду – это минимум. Когда приступят к расчетам, а главное – зачем? Смотрим. Это кристалл так называемого БЦТ-С4 карбона. По свойствам похоже на алмаз. Предполагается, что у нее большой модуль упругости. Больший, конечно, интерес представляют его механические свойства. На экране монитора научное открытие. Без термина не обойтись. Новая аллотропная модификация углерода. Если вещество удастся получить экспериментально, это будет не менее сенсационно, чем создание графена, за которое недавно была вручена Нобелевская премия. А пока это лишь одна из разработок Межвузовского научно-исследовательского центра при Самарском госуниверситете. Математическое моделирование материалов открывает перед учеными с МГУ перспективы. Новый скачок с оперкомпьютер – гигантская электронная машина. Рассчитано на полтора триллиона операций в секунду. И это как минимум. Сейчас в лаборатории завершается монтаж. Компьютер начнет работать до конца этого месяца. Мы планируем создать его таким, чтобы он мог производить расчеты, именно оптимизированные для разработки новых материалов, для теоретического материаловедения. С учетом того, что мы установим на этот компьютер уникальное программное обеспечение, которое мы сами разрабатываем, он действительно станет уникальным, то есть аналогов ему в мире не будет. Создание новых материалов – одно из прорывных направлений в науке. Все новое, а главное перспективное, находят поддержку на уровне правительства. В университете, говорят, прошел год с начала реализации проекта. Зимой 2013-го в лаборатории побывал губернатор Николай Меркушкин. Он принял решение поддержать идею центра. Ученые стали получать и федеральное, и областное финансирование. Сделан еще один шаг. В Самарском госуниверситете лекции читают ведущие ученые мира. От Урала до Санкт-Петербурга на первую в России школу теоретического материаловедения собрались все крупные научные лаборатории страны. Изучают способы моделирования новых материалов, которых пока не создала природа. Керамические проводники электричества, металлоорганические кристаллы и то, чего на белом свете вообще не может быть пока, но скоро будет, уверены в университете. Благо, компьютерные возможности теперь есть. Для российской науки это выход на международный уровень, что позволит самарским ученым сотрудничать с зарубежными коллегами, проводить школы, конференции международного уровня в Самарском университете. Методы, которые здесь сейчас развиваются, они на передовом крае мировой науки. И то оборудование, которое сейчас здесь монтируется, оно позволит проводить расчеты, и результаты будут соответствовать уровню ведущих лабораторий мира. С одной стороны партнеры, с другой все же конкуренты. Космос, авиация, электроника, микро-наноэлектроника, приборостроение, IT-технологии, сферы, где возможен научный прорыв. И сделать его вузы региона могут только вместе. Кооперация поможет выстоять в условиях конкуренции. А научный центр на территории, прилегающий к стадиону, чемпионатам мира по футболу, должен стать в первую очередь центром инноваций. Мы для себя приняли решение, в любом варианте, как бы ни было, мы будем строить студенческие или кампусы, я раньше говорил. Сейчас вот мы изучаем с разных сторон, и скоро мы совсем определимся, что это будет в итоге, или какой-то крупный научный центр, где будут магистры только, будут аспиранты, будут ученые. Но это мощный центр, который работать будет в кооперации многие вузы, или абсолютное большинство вузов по разным направлениям. Но на той площадке должны выдаваться вещи, которые абсолютно должны быть конкурентоспособными на мировом уровне. Поддержка молодых ученых, привлечение их в инновационные проекты, внедрение новейших технологий в производство, приоритетные задачи регионального правительства. Ежегодно 800 талантливых студентов и аспирантов получают именные стипендии. В День науки 18 ученых получили губернаторские премии. Поощрение, которое вот сейчас имеется, оно как-то стимулирует и показывает, что общество, государство заинтересовано в том, чтобы наука процветала. И очень важно, чтобы молодежь, студенты, очень активно стали заниматься наукой. Без финансирования, которое, я смело могу сказать, Николай Иванович Меркушкин активно для нас пробивал, можно сказать. Возможно, мы не ощутили бы в 2013 году целых два запуска малых космических аппаратов АЭС. Здесь же, на торжественном событии, губернатор пообещал удвоить в следующем году количество губернаторских премий. Главное условие – больше инновационных идей. Точки над «и» пока расставлены только в этих темах. Дальше больше. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова